Боевой дух у воспитанников казачьих военно-спортивных клубов и кадетских классов зарождается на подобных играх. Участникам всероссийского праздника «Казачий сполох» предстояло вжиться в роль казаков и проявить себя в работе с макетом автомата Калашникова, страйкболе, перетягивании каната. Среди испытаний были и ножевой бой, и казачья полоса препятствий. Полоса препятствий со штурмовой сеткой, где ребята познакомились с охолощенным оружием, то есть они понюхают, как говорится, порох, постреляют, почувствуют отдачу автомата. Главное управление МЧС предоставило автомобили, вот видите, у нас там и манекены, плюс собаки служебные. На территории спортивно-туристической базы «Сатурн» вблизи села Воронежское-3 разместились и другие площадки для состязаний. Это и лазертак, и мини-арена для поединка с мягкими бревнами. Все это опробовали на себе юные бойцы из Хабаровска и муниципальных районов. Поселка Корфовский, сел Мирное, Гаровка-2 и Тополево. В этом году «Казачий сполох» собрал семь команд, а это около 140 человек. Нам сказали, что мы будем стрелять по мишеням. Мне кажется, мне это понравится. Я настроен на победу. Хочу выиграть. «Казачий сполох» – это дань российскому казачеству. По словам организаторов, подобные военно-спортивные игры помогают объяснить детям, почему важно сохранять традиции. С детства казаков приучают к настоящим мужским традициям и боевым искусствам. Прививая эти навыки, прививая эти традиции, мы потом получаем настоящих воинов, казаков, которые на настоящий момент одними из первых идут в бой, защищая интересы нашей страны и наших граждан. Игры казачьего сполоха с этой осени вновь станут ежегодными. Это решение представителей окружного казачьего общества. В планах также привлечь в следующий раз больше участников и увеличить число площадок для состязаний. Игорь Сукачев, Мария Шулешко, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.